Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Светитель, очи наш, Светитель, очи наш, Николая, моли Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! Анатолий, митрополит Одесский Митрополит Одесский и Щерсонский Анатолий Грисюк особенно прославился в тяжкие годины с 1928 по 1937 годы в наиге России своим особенно высоким подвижничеством, как святитель и исповедник, и принял медленную мученическую смерть от рук, особенно издевавшихся над ним большевиков. Он происходил из светской семьи, еще до гимназической скамьи, он весь отдался служению Господу. По окончании гимназии был принят в Киевскую Духовную Академию, в которой во время прохождения курса удостоился посвящения в иноческий чин. По окончании Академии, вскоре получившей ученую степень магистра богословия, владыка Анатолий был посвящен в епископы. Присутствовавшие при этом таинстве были поражены странным и чудесным явлением. В момент посвящения нового рукополагаемого на голову откуда-то упал свет, образуя дивное сияние вокруг его головы. Верующие, расходясь из храма, говорили, что очевидно этот новоизбранный епископ, столь дивно отмеченный свыше, будет большим святителем и исповедником Христовым. Молодой, светящийся, особо молитвенным вдохновением епископ Анатолий привлекал сердца всех духовных чад, и популярность его быстро возраставшая, немедленно же, привлекала внимание захвативших в России власть узурпаторов. Владыка Анатолий был арестован одним из первых. Долго его томили в учреждениях тогдашнего ГПУ. В наследствиях смиренный святитель был жестоко избиваем следователями, так что частично у него была повреждена челюсть, отчего на всю последующую жизнь в речи владыки слышалась временами легкая неясность. Также были повреждены два ребра. Священный мученик пролежал долгое время в тюремной больнице. Едва оправившись, он был сослан в Соловки. Суровые условия лагеря для тяжелых политических преступников, преимущественно из духовной среды. Жестокие морозы, недоедание и непосильный труд совсем подкосили здоровье и без того хрупкого епископа. Семь лет протомился он в подобных условиях. Если остался жив, то лишь благодаря самоотвержению своей младшей сестры, воспитанной им как дочь, бросившей все и последовавшей за братом в ссылку. По окончании ссылки владыка Анатолий был возведен в санархиепископа Саратовского и Самарского. Свалившийся от тяжелого заболевания язвой желудка, явившегося последствием концлагерного режима, владыка Анатолий по выздоровлению был назначен архипастырем, возглавляющим Южную Одеско-Черсонскую епархию. В город Адреско владыка попал в самые тяжелые времена. Все дела по религиозным вопросам в НКВД возглавлялись инспекторами культа, вначале Вышнегородским, а затем Барановичом. Как тот, так и другой с наслаждением волю поиздевались над главой местной церкви. Владыку очень часто срывали глубокой ночью с постели с требованием немедленно явиться в НКВД на Морозлийскую улицу. Случаясь, в большой праздник среди архиерейского богослужения являлись храм с таким же требованием. Кроткий и смиренный в обычное время владыка веско и коротко отвечал, что он ни в коем случае не прекратит богослужение явиться в НКВД лишь по окончании его. Столь категорически звучало в его тоне, что и посланцы со скрежетом зубовным покорялись. По окончании долгого четырех-пятичасового богослужения, не отдохнувший и не поевший, владыка спешил на Морозлийскую, где в отместку ему за задержку его издевательски продерживали в передней еще часа полтора. И, наконец, принимали, причем Баранович орал и топал ногами на епископа, как на провинившегося раба. Таковы условия, в которых подвязался на своем высоком посту горячо почитаемый населением архипастырь. И, жалеясь его, ему было являться свидетелем почти поголовного ареста всех настоятелей и лучших проповедников города Одессы в 1931 году. Все они в количестве свыше 20 человек были в 1931 году сосланы, и с этого же года началось кощунственное закрытие и уничтожение храмов. На глазах владыки были взорваны величественный кафедральный преображенский собор, дивный храм архистратива Михаила при Девичьем монастыре, прекрасное здание военного Святосергиевского собора и храма святителя Николая в порту и в местности так называемого ботанического сада, а также множество других. Репрессии в отношении духовенства усилились, лишенные крова и пропитания духовные лица день и ночь осаждали покоя владыки. И они целые дни он метался по разным политическим учреждениям, униженно вымаливая пощаду своим подчиненным, встречая насмешки и поношения. В 1932 году владыка Анатолий получил сам митрополит, а также был выдвинут кандидатом на освободившийся пост экзарха Украины. Но по своей скромности он уклонился от этого и продолжал возглавлять каферу Одеско-Херсонской епархии, да вплоть до своего ареста, последовавшего 27 июля 1936 года Старый Стиль. Перед этим митрополит перенес еще одно унижение. Барановичом был уволен и получил запрет совершать богослужение. Арестованный в ночь с 27 на 28 июля 1936 года владыка был немедленно вывезен в Киев, где его протомили в очень тяжелых условиях с полгода. Там он снова заболел язвой желудка и осложнением на ноги. Когда по особому ходатайству экзарха Украины митрополита Константина перед высылкой владыке Анатолию разрешили свидание с сестрой, то как несчастное с рыданием рассказывало нам впоследствии. Его ввели к ней на свидание под руки, он совсем почти лишился возможности владеть ногами. И несмотря на это, его в таком состоянии погнали с этапом, отказав ходатайству ехать туда на собственный счет. С этапа на этап перегоняли несчастного мученика, нарочно помещая его среди уголовных преступников, которые обкрадывали его систематически. Больного святителя буквально прикладами гнали пешком от стоянки до стоянки, все дальше и дальше на север, не давая самого короткого срока на отдых. Когда он падал замертво, его подымали на грузовик, но лишь только он приходил в себя, снова силой заставляли брести пешком. Видевшие это, люди впоследствии освобожденные, в плачем рассказывали о пытках, которым подвергали мученика митрополита Анатолия. И уверяли, что было бы гораздо милостивее расстрелять владыку сразу. В таких условиях летом 1937 года владыка перенес крупозное воспаление легких, но эта болезнь не замедлила его трагического шествия. В конце 1937 года он потерял зрение и на крайнем севере, умирая. Умолял допустить с ним на предсмертное свидание с сестру, которая добралась до этого последнего этапа его ссылки. Сестра получила от него, получала всегда только терпеливые и сдержанные открытки, где он писал, «Умоляю тебя, прими все меры, даже сверхвозможные, добейся, умоли, упроси, устрой наше свидание, жажду перед смертью увидеть родное лицо и благословить тебя». Но свидание не было разрешено. Перед самой смертью владыки, к нему уже организирующему, пришли с требованием отдать последний Евангелий на тельный крест. Евангелия вырвали из слабеющих рук, но крест он не отдал. И, защищая грудь хладеющими руками, упал наздничь и испустил дух. Это было 10 февраля 1938 года. Господи правоты, видя лице Твое. Тело скончавшегося было брошено в промерзлую землю братской могилы далекого севера. А нам, его духовным чадам, так чтившим и любившим его, было запрещено поминать его в храмах и служить по нем панихиды. И лишь в 1941 году по прибытии духовной румынской миссии в город Одессу была отслужена по нем торжественная панихиды в присутствии десятков тысяч молящихся, громко рыдавших при возгласах, мученику-митрополиту Анатолию вечная память. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.